МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вполне вероятно, что Макрон уже отправил свои войска в Украину. Происходит это на фоне разговоров о замене Зеленского на более удобного кандидата. Впрочем, такую практику готовы применить и в самих штатах. Это новости сети. Белоруссия Терегомель, Михаил Садовский. В ближайшие 10 минут мы изменим привычный взгляд на новости. Франция могла отправить своих военных на Украину для поддержки 54-й отдельной механизированной бригады в Славянске. Солдат набрали из 3-го французского пехотного полка – одного из основных подразделений иностранного легиона. Это утверждает бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайан в статье для «Азия Таймс». Брайан заявляет, что первая группа отправленных на Украину французских военных составляет около 100 человек. Всего в зону конфликта могут прибыть примерно полторы тысячи бойцов. Брайан не то чтобы врет, просто лукавит и недоговаривает. То, что западные войска находятся в зоне проведения специальной военной операции, известно давно. Правда, называют этих солдат добровольцами. Я расшифрую, они – наемники. Кто сопровождает работу систем «Патриот», кто управляет танками «Абрамс», кто будет пилотировать F-16. Западная пресса утверждает, что сами украинцы. Поразительно, но факт. В сети есть десятки видео, где эти самые, так называемые, украинцы, говорят на чистейшем английском языке. Парадокс. Вот только я бы рекомендовал Макрону и Байдену и Столтенбергу остудить голову. Если регулярные западные войска будут введены в Украину, то ответ не заставит себя долго ждать. Генштаб России начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил военно-морского флота. Учение по отработке применения тактического ядерного оружия он выполнит по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщила Минобороны РФ в телеграм-канале. Западу пора наконец-таки понять, что победителей в глобальной войне не будет и точка. Буквально сразу после появления сообщения о проведении учений, одна из стран, привычно пытающаяся укусить Россию, дала таки заднюю. Польша не станет отправлять свои войска на Украину, заявил министр национальной обороны Республики Владислав Косиняк-Камыш. Во время пресс-конференции, трансляция которой велась телеканалом TVP Info, он отметил, что подготовка к этому не ведется. Рекомендуем Франции крепко подумать над вопросом, а смогут ли эти полторы тысячи солдат реально изменить положение на поле боя. Нет. А вот головной боли Макрону они точно добавят. Остается только понять одно, что же будут делать так жаждущие войны политики Запада, если спонсоры режима Зеленского решат поменять актера, исполняющего главную роль в фильме ужасов под названием «Украина». Вашингтон активно ищет замену президента Украины Владимиру Зеленскому, говорится в сообщении пресс-бюро службы внешней разведки России. Соответствующие контакты установлены с лидером партии «Европейская солидарность» Порошенко и мэром Киева Кличко. Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Залужным. Плохие новости для Владимира Зеленского. Он практически отыгранная в отбой карта. Примечательно, что ни один соратник Зеленского, уж тем более конкурент в лице Порошенко, не откажется от столь заманчивого предложения. Вопрос только в том, насколько быстро Запад провернет свою комбинацию. Для Зеленского часики уже тикают. По заявлению все той же службы разведки России, действующий президент Украины Владимир Зеленский начинает проигрывать борьбу за умы и сердца украинцев, и его легитимность после 20 мая полностью утрачивается. В том случае, если Зеленский все-таки останется на какое-то непродолжительное время на своем посту, то тут может возникнуть интересный момент. Если после 21 мая он подпишет, например, капитуляцию, то Запад легко потом заявит, что Зеленский не имел на это право. Да и факту адекватности президента Украины, если честно, есть вопросы. В пасхальном видеообращении к своим согражданам Владимир Зеленский сказал, что Бог носит на плечи шеврон с украинским флагом. Об этом пишет агентство Интерфакс Украина. Религия, да еще и в пасхальный день, не самая лучшая тема для манипуляций. Хотя после того, что власть Украина устроила со своей церковью, не удивляешься уже ничему. К еще одной новости. Президент Украины уже в 11-й раз предложил продлить на следующие 90 суток всеобщую мобилизацию и военное положение в стране. Создается впечатление, что единственный оставшийся шанс для украинцев выжить, это бежать за пределы страны. Минск опасается, что Североатлантический альянс может оставить свой военный контингент в Сувалкском коридоре после завершения крупномасштабных учений. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Олейник. По его словам, Минск внимательно следит за всеми учениями НАТО. Что же касается опасений, они имеют под собой совершенно очевидную основу, подчеркнул дипломат в беседе с РИА Новости. Опасения, что контингент НАТО в Сувалках останется надолго, вполне очевидны. Ненормально, когда откровенно враждебный блок собирает пару десятков тысяч солдат и перебрасывает их к нам под границу. При этом еще и продолжаются военные маневры. В Вильнюсе и Каунасе с 6 по 8 мая вооруженные силы Литвы проводят учения «Громовой бастион-24». В ходе мероприятий отрабатывается взаимодействие частей вооруженных сил, военных комендантов и государственных и муниципальных учреждений. Я снова напомню, что это не белорусы и россияне предвигают военную технику к границам ЕС. Не белорусы и россияне модернизируют военную инфраструктуру, а наоборот. Страшно осознавать, что отдельные чиновники Евросоюза размыли границы допустимого и ради прибыли в 300% уже готовы пойти на любые преступления. Вот только прибыль эта может обойтись очень дорого. Действующий американский лидер Джо Байден может отказаться от участия в гонке за президентское кресло в пользу бывшей первой леди США Мишель Обамы и супруги Барака Обамы. Как пишет Дэр Шпигель, слухи о таком плане Байдена уже распространились в демократической партии США. Более того, проводятся социологические опросы населения по данной перспективе. Если случится так, что демократы пойдут на такую рокировку, то шансы на победу в ноябре у Дональда Трампа заметно снижаются. У Мишель Обамы рейтинг одобрения выше, чем у действующего главы Белого дома. Если говорить о пока еще действующих кандидатах, то по результатам свежего опроса авторитетной исследовательской группы «Харвард Капс» Харрис, 48% респондентов заявили, что поддержат Дональда Трампа, 43% поддержат Джо Байдена. Еще 9%, что не знают или не уверены в том, какому кандидату отдать свое предпочтение. Правда, в ситуации с Обамой все равно есть нюанс. В планы бывшей первой леди США на 2024 год не входит участие в выборах президента. Об этом NBC News сухо заявили в офисе Мишеля Обамы. Знающие ее люди утверждают, что она абсолютно равнодушна к власти и счастлива в своем нынешнем статусе и возможности заниматься чем угодно, зарабатывая на популярности своей семьи очень большие деньги. Правда, все равно стоит заметить, что неважно, кто станет новым главой Белого дома. В США в их нынешнем виде решение принимает далеко не президент, а ряд лиц, которые имеют интересы в продолжении войн в различных уголках планеты. Армия Израиля призывает палестинцев эвакуироваться из восточных районов Рафаха в секторе Газа перед запланированным проведением наземной операции. Об этом пишет газета The Times of Israel. Согласно ее данным, израильские военные предлагают мирным жителям перебраться в расширенную гуманитарную зону в районах Аль-Маваси и Хан-Юнис. Судя по всему, Беньямин Нетаньяху принял четкое решение окончательно сравнять сектор Газа с землей. Ради достижения своих целей израильского премьера не остановит даже то, что будут сломаны полтора миллиона мирных жизней. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн в интервью телеканалу NBC назвала ситуацию с продовольственным снабжением в северной части сектора Газа полномасштабным голодом. Страшно осознавать, что такая проблема может существовать до сих пор в 21 веке. На восстановление сектора Газа, понесшего существенный ущерб в ходе вооруженного конфликта между группировкой Хамас и Израилем, потребуется от 30 до 40 миллиардов долларов. Всего лишь полгода понадобилось Израилю, чтобы сделать маленький кусочек палестинской земли абсолютно непригодным для жизни. На этом все. Мы нарисовали для вас новостную картину дня. Нейросети ее разукрасили. Новости сети. Михаил Садовский. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин